Добрый день зрительного шкала. Дальше обзор розовых томатов которые были посажены. Было посажено очень много розовых томатов от разных компаний. В данном случае томат TM 02-285 от компании Sakato. В чем его прелесть этого томата? Ну во-первых он крупный, достаточно неплохо держит гормоны, но опять же 10-15 процентов мы видим, есть у него, которые вот они специально, но оно гораздо меньше выражено, чем у других гибридов. Но самое преимущество этого гибрида в данном случае, смотрите, неплохой гибрид, крупный, это его устойчивость к риосу TLCV. То есть в первую очередь эти гибриды идут на устойчивость к этому гибриду. Гибрид мощный, вегетативный, мы видим по побегам. В принципе его в начале можно было даже немножко поугнетать. Данный гибрид я не думаю, что надо тянуть слишком много, я думаю 7-8 кистей для него это оптималка, потому что уже мы видим, что корневая система идет дисбаланс небольшой по питанию. Вот видите, смотрите, вот рядом красный томат растет, а вот у розового уже мы видим хлорозы. Просто видите, мы не можем под все томаты подстраиваться, то есть это в основном все-таки под основную массу идет питание. Но с другой стороны мы всегда делаем из этого заключение, как этот томат в данном случае себя ведет. То есть под этот томат, соответственно, надо микроэлементов увеличить. Я бы здесь увеличил бы марганец и железо, два микроэлемента. Явно выражено, что их не хватает. Но и помимо этого я бы на него усилил бы корневое питание. То есть не в смысле корневое питание, а корневое, усилил бы, чтобы корень лучше усваивал. В данном случае именно активность корневой системы, правильно сказать, да, это в первую очередь райсу и гуминовый препарат. Ну, так как мы вовсинские-то вовсинские, можно и гуми дать, пожалуйста. То есть качественный любой гумат, например, очень хорошие испанские гуматы. Чем испанские гуматы мне нравятся? Тем, что там именно хорошего состава, там много фолиевой кислоты. Это надо дать должное, да. Да, вот испанские гуматы тоже можно давать намного. Дейльс, например, да, идет очень хороший, там, по-моему, суммарно 21%. В принципе, если по цене пересчитать, то, наверное, он даже дешевле многих российских будет. Именно здесь используют кислоты. Поэтому в данном случае на этот томат надо обратить внимание, да, что он вегетативный. В принципе, неплохо для грунтов усталых, неплохо для грунтов солоноватых или где у вас вода солоноватая в соке миссии. То есть он нормальный размер, да. То есть мы видим помидор не мелкий, он далеко не мелкий. Есть и даже где, вот видите, мелкие помидоры снизу есть, да. Это все-таки надо понимать, это первая кисть идет. Первая кисть при сильной жаре, когда пыляется. Вообще на первые две-три кисти, которые помидоры именно у нас на юге зацепляются, на них акцент, не смысл акцента, а как бы сортовая принадлежность этого томата, да. То есть какой плод должен быть, не всегда получается, только если у вас там шмели обрабатывали. Потому что сильная жара и опылители, они все-таки над помидором немножко измываются, да. И томаты, как многие наши видео смотрели предыдущие, не соответствуют. То есть бывает кубовидные или израстание, или вот сильно вот такое, да. Вот, пожалуйста, следующие помидоры, чем сказать, да, вот, смотрите, идеальные все, да. Вот температура спала и он нормально опыляется. Поэтому всегда здесь надо смотреть по среднему ряду. Конечно, эти первые кисти надо тоже стараться их получать. Вот мы вам показываем какие-то томаты нормально. Но здесь опять же, видите, надо исходить из того, как вот сейчас на юге идет проблема с тел себе. Я так думаю, что пройдет 3-4 года, и уже ни один томат не будет стараться без устойчивости к этой болезни. Потому что одно дело, когда ты где-то слышал или видел, а другое дело, когда ты у соседа, или у тебя там гектар-два пропадет томата, да. И вы это, как бы на своей шкуре, этот вирус поймете. Или ягу на близких таких, да. И, соответственно, вы уже скажете, да ну его нафиг, да я лучше посажу, чтобы была устойчивость. Вот уже, пожалуйста, для тех, кому нужна устойчивость, вот томат ТМ-02-285. Хороший крупный розовый томат.